Привет, друзья! Привет-привет! Рада вас всех приветствовать! Но не в тихом уголке, а в деревне. Мы сбежали из тихого уголка в деревне. А куда мы приехали? Посмотрите, какие просторы! А тихий уголок находится вон, вдалеке, вот там, внизу. За лугом. А я покажу, куда мы приехали. Мы приехали за ягодами, за лесной земляникой. Вот такая прелесть! Я так люблю землянику! И сегодня мы будем собирать с Ваней землянику. И по возможности найдем травку. Соберем. Для чая. Это зверобой, чабрец. А сейчас пока вот на такой вот поляне и такая вот, такие вот ягоды здесь красивые. Ваня собирает, а я жую ягоды. Ну, приступим! А вы только лёжа собираете, да? Просто травка высокая, а спиночка бобой. Решили лёжа. А она-то прячется, видите? Прячется. Земляничка крупная. Прелесть! Как я люблю землянику и собирать, и закрывать. А что ещё рядом? А вот он ещё есть зверобойчик. Он просится к нам в чай. В чай просится. Сколько его много? Не взяли мы ножик? Ну, сейчас мы доберёмся до него. Сейчас я доползу. Ой-ой-ой-ой. Везде она тут. Везде эта земляника. Обычно я говорю мать её заново. Друзья, солнце клонится к вечеру. Кому-то может быть делать нечего, но только не нам. Вот видите, Таня собрала почти два ведра небольших земляники. Таня молодец. А ещё Таня повалялась в траве. Да, всё у тебя тут жёлтая. От травки. Вы не представляете, какая-то красота, какое-то блаженство. Ну, кто знает, тот знает, когда лечь в траву. Запах разнотравья просто обалденный. Мы приедем ещё на днях. Земляника ещё недоспела вся, и мы обязательно вернёмся. Некогда нам долго. Таня пока собирала два ведра земляники, а Ваня как раз валялся в траве, наслаждался природой, дышал свежим воздухом. В тихом уголке у нас есть свежий воздух, но вот так вот. Бездельничал, короче. Немножко травки собрали, а вот такой вот ещё букетик, видите, такой вот букетик земляники мы сорвали маме. Это самый лучший подарок маме букет из яд. Вкусняшки. Мы отправляемся домой, надо управляться по хозяйству и будем, что будем делать, хозяйка, что будем делать? Ну как можно уйти вот от этого? Вы не представляете какая-то вкуснятина. Ну а что с этими ты будешь делать? А это мы увидим дальше. Так что оставайтесь с нами, смотрите нас дальше. что-то мы покажем, что мы будем сделать с этой земляникой. Всем удачи, здоровья и до новых встреч всем. Пока-пока. Пока-пока. забыли. Да. И только ты ягод. Столько ягод, да. Сынок. Полтора часа два ведра. А? Полтора часа два ведра. Еще и крупные, посмотри. Крупные, хорошие ягоды. тропы. Ну, вы знаете, как тебе сказать, там ничего сейчас нету, ни коров. Никого там нету, да. Все переведено. Да, все брошено, травы полно, вот в траве, вот она такая крупная. Туркова лагуток сейчас говорю. Там же травы я тебе дам. И ягод там уйма тоже. И трава. Это нас косили. На санях сено привозили. Сейчас давали. Сейчас некому косить. И трава тогда пропадает. Все. Людей нету. Все. Да, да, да. Ну, кушай, кушай. Но это я не знаю, сынок. Главное спасибо брату и ягоды. С ягодками собрали мы немножко травки, чабрец и зверобойчика. А теперь дома еще пойдем соберем на чай. А дома увидели, что у нас подошла липа. Подхожу, а здесь запах такой. Утром и днем пчелки тут работают, поэтому не сорвешь. А вечером самое то обрывать. Но в этом году очень мало. Почему-то цветет очень реденько. Но ничего у нас осталось прошлого года. Хватит. Лишь бы чай был у нас зимой ароматный, полезный. Так что буду рвать. А вот Степа привел со стежкой свое семейство помогать мне рвать липку. Думали, что тут я им что-то вкусненькое дам. Ну травка наверное здесь повкуснее. Кушайте. Ну Степа Рострепа что-то привел свое семейство. У меня нет здесь ничего вкусного. Хотя травка наверное здесь вкуснее под липкой. Или помогайте мне липу рвать. Что пришли просто так. Пришли деловые такие. Ну объедайте тут травку. Давайте давайте. А Таня пока липку сорвет. Не кусаться Степа. Договорились? Таня таран 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 Продолжение следует...